Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня у нас состоится очень интересный прямой эфир с ответами на вопросы от юриста. Вы собираетесь стать мастером перманентного макияжа? Или, может быть, вы уже мастер и вас засыпают рекламы в Директ? Или, может быть, постоянными вот этими постами о том, что я дам вам диплом гособразца, вы только обучившись в нашей школе сможете преподавать? Вот это всё, вообще непонятный правовой статус перманентного макияжа, это бытовая услуга или это медицинская услуга? Мы решили разрубить этот Гордеев узел раз и навсегда, пригласив очень профессионального юриста Алина Чемберёва, которая специализируется на сопровождении медицинских организаций. Она, как никто другой, знает, как трактовать тот или иной пункт закона и является ли татуаж медицинской услугой. Сейчас мы позвоним ей по WhatsApp и зададим ей 4 простых вопроса, касаемых регулирования деятельности мастера татуажа. Наберитесь терпения, запаситесь чаем с баранками, с чем вы там обычно пьёте и вперёд. Дмитрий мой муж, он занимается организационными всеми проблемами, которые возникают в школе или в студиях, а я просто посижу рядом, послушаю, пока он задаёт вопросы юристу. Привет, Алина. Сегодня давайте я представлю себе наше знакомство официально. Меня зовут Дмитрий, и это моя жена Елена. У нас совместный бизнес в области татуажа. Может быть, что-то вы о нас слышали или знаете. Мы не юристы по образованию, но из-за того, что у нас несколько компаний в нескольких городах открыты, мы так или иначе погружены. Я экономлю ваше время и постараюсь быть максимально быстрым и корректным, без воды, без вот этого всего. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Окей, мы в таком режиме будем с вами общаться. Такой формат устраивает вас? Окей. Вопросов на повестке всего пять. Первый вопрос – это ГОСТ по татуажу. Есть ГОСТ, который Лига профессионалов перманентного макияжа выпустила совместно с НИИ, и они протолкнули его в, как называется, Федеральное бюро стандартизации, метрологии стандартизации. Как-то так, да? Ну, вопрос. Да, вопрос следующий. Является ли этот ГОСТ обязательным к исполнению? Кто, что, куда проталкивал, я свечку не держала. Вам возможно виднее. Там есть список разработчиков, да, в принципе, с ним можно ознакомиться. ГОСТ у нас по федеральному законодательству по физиотекрегулированию носит рекомендательный характер. Окей, то есть я резюмирую. Если я мастер татуажа, и я не хочу работать по этому ГОСТу, заставить меня не могут. Нет, вы можете работать, можете не работать, можете частично его соблюдать, можете полностью, если вам нравятся какие-то его положения. Окей, первый пункт есть. Второй пункт. Существует справочник Министерства труда, на который также ссылаются ребята, по профессиям. Этот справочник, можно с ним ознакомиться, он там утвержден приказом Минтруда и так далее, но это классификатор профессий. Так вот, вопрос по нему, потому что там прописано, что есть профессия, косметика, и внутри этой профессии человек может оказывать услуги такие-то, 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 в том числе и перманентный макияж. Вопрос простой. Может ли, допустим, имеет ли этот документ какую-то силу в суде? То есть мы приходим в суд и говорим, что если прокуратура нас пригласила и сказала, ребята, вы работаете незаконно без медицинской лицензии, мы можем сослаться на этот документ? Или это такой же отраслевой стандарт? Нет, это не отраслевой стандарт. Во-первых, это не справочник профессии, а профессиональный стандарт. Разница все-таки есть. Это профессиональный стандарт специалиста по предоставлению бытовых косметических услуг, утвержденный приказом Минтруда. То есть, по-хорошему, он утвержден актом той же формы и занимающим тоже место в иерархии, как номенклатура медуслуг, который вы, скорее всего, будете подталкивать в одном из следующих вопросов. Но суть коротко в том, что вообще соблюдение профессиональных стандартов обязательно для организации с государственным участием, для некоторых иных, для тех случаев, когда с замещением той или иной должности связаны определенные входы или ограничения. В остальных случаях профскандарт применяется добровольно, организациями это закреплено в трудовом законодательстве, в трудовом кодексе, но при этом глобальная идея на долгосрочную перспективу Министерства труда и Министерства образования по крайней мере изначально была, чтобы постепенно все образование привелось в соответствие с профскандартом. Сейчас они активно применяются и принимаются для медицинских работников, соответственно профскандарт обладает юридической силой, организация имеет право его применять, он применяется для организаций, за исключением тех, которые назвала выше, добровольно, но при этом это приказ, это нормативный акт федерального органа, исполнительной власти, он обладает юридической силой. Окей, тогда у меня вопрос по этому стандарту. Давайте про профстандарты. Наверное, то есть я, возможно, с этим не знаком, но сейчас то, что есть у меня в доступе, у меня есть государственный информационный ресурс, который называется справочник профессии. Государственный информационный ресурс сам по себе нам ничего не дает, но стандартный нормативный правоакт, он существует уже лет 6. Окей, в этом профстандарте есть мастер татуажа профессии? Да, а есть мастер перманентного макияжа. Ого, я с этим не был знаком. Профстандарт, мастер перманентного макияжа. Можете, пожалуйста... 1669. 1669. Или 1069, какой-то из этих номеров. Окей, ну ладно, я потом изучу по этому профстандарту. То есть этот профстандарт, опять-таки, если у тебя компания с государственным участием, он обязательный к исполнению. Если ты частная контора, ты можешь его исполнять, можешь не исполнять. Правильно я понимаю? Но разница просто и по форме утверждений, и по действиям. Окей. А что касается справочника Минтруда, все-таки я к нему веду. У нас есть справочник... Ну, справочник Минтруда, это рудимент. Ну, то есть, если он действует, можете на него ссылаться, но здесь актуальнее профстандарт, потому что он регулирует напрямую вопрос, о котором мы говорим. Окей. То есть он соответствует напрямую эту должность, именование должности. Окей. Тогда вопрос, что делать с приказом Министерства здравоохранения об утверждении номенклатуры медицинских услуг? То есть они же конфликтуют друг с другом. Там есть дермопигментация или перманентный татуаж. По факту это все-таки считается медицинской услугой по этому приказу? Либо, если мы ориентируемся... По факту по номенклатуре это медицинская услуга, а по некоторым нормативным проемателям это выдавают. И по факту они между собой вступают в противоречие прямое. Но при этом надо отметить, что, честно говоря, никто особо не знает, что такое дермопигментация. По-хорошему это вообще слово не используется нигде, даже при оказании перманентного макияжа как медицинской услуги, в медицинских организациях оно не в ходу просто, если вы обратите внимание. Вот это первый момент. А второй момент, соответственно, исходя из вот этой вот тихотомии, исходя из нее и работа. То есть по-хорошему у вас есть основания для того, чтобы говорить, что перманентная макияжа услуга бытовая. Они действительно есть, они складываются в стройную цепочку. У вас есть понятие медицинского вмешательства, медицинские услуги, которые закреплены в 323-м федеральном законе об основах охраны здоровья граждан, и которые перманент вообще никак не соответствуют. Ну, возможно, вы что-то лечите перманентом, но в целом обычно по этому критерию он не проходит. И, соответственно, исходя из всего этого, получается, да, что в принципе самая логичная точка зрения все-таки, что она бытовая, но при этом она уязвима, потому что есть номенклатура медицинских услуг. Но если вы обратите внимание на номенклатуру, там есть и парафинотерапия, и тысяча, еще и одна услуга, репиляция, и депиляция, и если мы номенклатуру так было будем читать, то нам девочек с сахарной пастой тоже придется рецензировать. Вот, поэтому история с перманентом, в принципе, да, она вот такая была еще года, я не знаю, ну вот с 2014-го начинает, да, там когда был стандарт на ось принять, она такая и осталась. В этой мертвой топ-почке. Просто сейчас адепты номенклатуры повально рецензируются, при этом не имея образования, медицинского, не имея зарегистрированного медицинского оборудования, то есть по факту они получают лицензию, при этом полностью нарушают все требования. То есть они работают не в соответствии квалификационным требованиям, на незарегистрированных медицинских изделиях, и то есть точно так же они себя подставляют, как и те, кто работает без лицензии. То есть здесь, к сожалению, нет возможности абсолютно законно оказывать ее даже под лицензию. Если бы была такая возможность, выглова бы прекрасно. Можно было бы сказать, все, ребят, лицензируемся, все, повалили. Мы не будем вас там ни за что привлекать, потому что вы соблюдаете то-то, то-то, то-то и то-то. А в итоге из-за того, что сфера состоит из лиц, обладающих высокими, такими достаточно навыками в самом перманенте, и при этом практически никто из них не является дипломированным врачом-косметологом, с действующим сертификатом и нормальным образованием соответствующим профессиональным требованиям. В итоге они лицензируются, а дальше сталкиваются с тем, что оказывается, медицина это не салон, и продолжают внутри под лицензией работать как салон, что тоже утопия. В общем, в какую сторону не пойди, ситуация не очень. У меня несколько вопросов. Первый вопрос связан с тем, что они сами себя подставляют. Вот у меня вопрос следующий. Подставляют под кого? И подставляют под что? Смотрите, у вас медицинская, например, у вас есть медицинская лицензия, вы медицинская организация. С определенной периодичностью вас проверяет Росздравнадзор. Ну, там раз где-то в 4-6 лет сейчас. Но амбулатории, они вообще очень редко сейчас стали попадать, потому что у нас рискориентированный подход. То есть чем вы опаснее, тем вас чаще проверяют. А вы в иерархии медицинских организаций одни из самых безопасных. Да, с такой лицензией, как вы, крохотулкой. Вот, соответственно, когда приходит Росздравнадзор, по-хорошему, все, кто у вас прикасался к вашим клиентам, они становятся пациентами, потому что это медицинская помощь. Да, они все должны быть с медицинским образованием, высшим медицинским, врачи-косметологи с сертификатами, действующими по косметологии, с ординатурой по термо-мирологии и так далее, они должны смотреть на пациента и назначать, либо сами потом делают, но в любом случае назначать ему перманентный макияж. Вот тут, честно говоря, уже возникает некоторое, да, противоречие со здравым смыслом, но есть их типы подойти, да. Вот. После того, как они его назначили, они либо сами, либо сестеринский персонал с образованием, соответствующим квалификационным требованиям уже к среднему медперсоналу, да, с сертификатом сестра по косметологии, сестеринское дело в косметологии, эти услуги оказываются использованием зарегистрированных в качестве медицинских изделий элементов и зарегистрированных в качестве медицинских изделий машин. И тут мы проснулись, потому что таких организаций не существует вообще. И это я еще не говорю про заполнение медкарты и так далее. То есть любая проверка, плановая или не плановая, если она проходит не в отдельных регионах, где у вас можно лицензию по почте получить, да, в тех, где все-таки приходят и проверяют и так далее, она оборачивается тем, что при осуществлении услуг по перманенту тот или иной состав административного правонарушения можно найти всегда. Окей, нет, это все понятно. Я еще раз, смотрите, например, к нам приходит проверка из Роспотребнадзора. И они ориентируются на постановление правительства, как раз таки связанное с тем, что... Они на новинклатуру ориентируются и штрафуют за отсутствие лицензии Роспотребнадзора. Ну, Роспотребнадзор за отсутствие лицензии может через суд добиться прекращения деятельности. Ну, это какое-то время займет? Ну, месяц это займет или там два, но они это сделают. И вопрос, когда у меня есть лицензия в моем салоне, они придут, скажут, окей, здесь, возможно, есть нарушения, но это дела ваши с Минздравом, а мы вот, собственно говоря, здесь... Нет, не совсем так. Нет, смотрите, у вас зависит от того, какое нарушение будет выявлено. Те нарушения ваши, которые вы теоретически можете допустить, да, неважно, медицинское организование, медицинское, если мы будем говорить потом про Росдравнадзор, они делятся по статьям факт, а дальше внутри делятся компетенции. То есть, если Роспотребнадзор приходит, он по этой статье правомочен, вас привлечет, как, например, за торговый лазер, условно, да, не зарегистрированный, он вас привлечет. Но если он по этой статье привлечь не может, он сообщит Росдрав и приведет Росдрав. У них, в принципе, ну, по крайней мере, по центральной России нормальное межведомственное взаимодействие, скорее, к сожалению, потому что вы проходите одну проверку, а потом внезапно к вам приходят с административным расследованием по тем составам, по которым они приходили, заметили их, сделав ничего не смогли и по факту инициировали в отношении вас административное расследование соседнего органа, который уже со своей компетенцией по этим составам возбуждаться может. Окей, к нам приходит возбужденный Минздрав и говорит, ребята, у вас... Росздравнадзор. Ну да, Минздравнадзор. И говорит, здесь нарушение, здесь нарушение, здесь нарушение. Они же не могут нас закрыть. Да, при повторных нарушениях могут... ну что? Порядок не отличается. То есть, они могут у вас, соответственно, аннулировать лицензию. Если нарушение серьезное, ее можно приостановить. То есть, там порядок не отличается. Просто дело в том, что когда лицензии нет, тут и нет промежуточного шага. Вы, наверное, об этом. То есть, что там можно лицензию, как бы, с ней по ФЗ лицензированию проводить различные манипуляции. А тут с самим уже юролицом получается, да? Ну, как правило, все-таки не юролицом, а правило ИП, если мы говорим о салонах. Ну, теоретически, да, то есть, их сразу закроют. Но вы же понимаете, сколько ИП реагируется? Три дня? Пять дней? Три дня, по-моему. Да, окей, идем дальше. То есть, и резюмируем здесь. Вас могут наклонить в любом раскладе, если захотят. Так скажем. Ну, это российское действительно чудовище. Я правильно понимаю, что как бы ты не хотел защититься, даже если у тебя сидит врач и ставит диагноз, тебе нужен перманентный макияж, проходить тебе в операционный, процедурный его сделают, ведет карточки и прочее. Из-за того, что у нас нелицензируемые машинки для перманентного макияжа, пигменты и так далее, у нас все равно будут какие-то проблемы и все равно компанию за нарушения могут закрыть. Да, к сожалению, просто дело в чем? Дело в том, что нарушение, связанное с медицинскими изделиями, оно очень дорогое. Оно для юридических лиц, ну, то есть для ООО, да? Оно в зависимости от того, что вы с этими машинками делали, просто использовали или еще, например, продавали, да, у вас была какая-то там стойка, где они экспонировались, оно до 5 миллионов может стоить. То есть получается очень обидная ситуация. Я, в принципе, сторонница того, что, ну, честно говоря, эвазивные процедуры, любые, требуют дополнительных гарантий для их потребления, да, для пациентов. Но при этом получается дурацкая ситуация, когда вы вкладываетесь в лицензию, а вот этот вот просвет, который можно, получается, в любом случае зайти и начать вам что-то предъявлять, он практически не сужается. Он сужается на один шаг. Ну, то есть, грубо говоря, можно зайти в реестр, увидеть, что у вас есть лицензия и понять, что это будет сложнее, чем просто прийти в салон, да, там, например, бровки и губки и сразу с порога начать их, соответственно, как было у Фуко там, обвинять и наказывать, что там было. Вот, соответственно, получается вот эта проблема, то есть лицензия, лицензия в данном случае, по-хорошему, она должна решать эту проблему. То есть, мы получили лицензию, все, больше от нас, да, вы ничего не требуете, кроме, там, лицензионных требований. А с перманентом это все упирается еще в тысячу и один фактор, и вы все равно остаетесь беззащитными, это неправильно. Вот эта проблема. Окей, кто виноват и что делать? Вопрос. Да кто-то еще знал. Виновата правовое регулирование. В целом и качество разработки нормативно-правых актов. Когда, если вы обратите внимание, это не только в принципе, принимается один акт, да, который идет, например, в развитие следующего. Вот, например, да, что у вас сейчас указ о нерабочих днях. Вот пример свережий, да, президента, там, давайте сохраним всем зарплату, надо же, чтобы кто-то голосовал за конституцию там в июне или когда-то. Ну вот, соответственно, он использовал фразу, да, оперирует понятие нерабочий день, а втыкал у нас либо выходной, либо нерабочий праздничный. Вот что это за нерабочий день? Ну вот лень трудовой кодекса открытили? Что это? Что это такое? Ну вот, то есть и так куда ни плюх, какая-то новая конструкция возникает, которая нигде не конкретизирована, вот та же термопигментация. Ну вот правда, откуда это? И непонятно, что с этим делать. Я просто считаю, что, скорее всего, видим монет какого-то центра принятия решений, надзирательных, который в данном случае мог бы обладать достаточным административным ресурсом, чтобы протащить какое-то конкретное изменение, хотя есть отдельные некоммерческие организации, которые очень стараются, некоторых из них вы называли, но заканчивается это, как правило, тоже тем, что им что-то удаётся, и они это начинают трактовать превратно, удавая это за действительное. А потом, когда к тебе приходит тот же самый сотрудник Роспотребнадзора, ты понимаешь, что это было желаемо. И вот это очень больно. Особенно, когда ты прошёл какую-то, якобы, обязательную процедуру, которая даст тебе интеллигенцию, я не про лицензию. Вот, то есть, как бы... Вы про ГОСТ и про обучение... Ну, я про всякие, знаете, вот эти аттестации, там, вот это вот, получи аттестат, супер, будешь мегапрофессионал по всему миру работать, лицензия не нужна, потому что у тебя есть аттестат. Ну, то есть, это можно говорить только людям, которые не понимают разницу между разрешением на юрлицо и документом об образовании. Давайте вот с этим... У меня такой вопрос. Я считаю, что люди, которые как раз-таки топят за ГОСТ... То есть, я, вот, чтобы, так, двумя руками, за то, чтобы признали это бытовой услугой, перманентный макияж, но при этом, чтобы были какие-то, ну, курсы по, не знаю, по тому, как обрабатывать машинки, чтобы не заразить, чтобы первую помощь могли оказать. Ну, в общем, какие-то... Да, да. Повышенный требований. Да, да. Но при этом это однозначно бытовая услуга. То есть, я в целом поддерживаю инициативы по уходу от ситуации, связанной с медиками, потому что мы пробовали работать по медицинской лицензии. Туши свет, кидай гранату. Это очень сложно. Но, де-факто, сейчас ты не сможешь дать рекламу в поисковых системах Янекс.Гугл, если у тебя нет лицензии, и ВКонтакте тоже, кстати. То есть, ты... Тысячу раз отправляем письма от Минздрава о том, что это бытовая услуга, да, и отделу, юридическому отделу Яндекса на это плевать. Вот как быть мастерам в этой ситуации, подскажите. Смотрите, с рекламой на самом деле тупиковая ситуация. Очень легко пояснить почему, потому что штраф для рекламораспространителя 500 тысяч рублей, и, конечно, ваш кабинет, какой бы он ни был, да, там, для Яндекса финансово привлекательный, скорее всего, не перебьет. Вот, это первое. Второе, не хочется им связываться, то есть, у них, ну, другой масштаб, другой оборот, они не хотят вникать в эту всю историю, плюс, как правило, да, люди, которые работают с этим, они тоже прекрасно понимают, что отказное письмо, кем бы оно ни было подписано, хоть самим патриархом, да, одно не порождает правовых последствий. То есть, у нас есть нормативно-правовые акты, например, да, вот номенклатура, о которой вы говорите, да, там, восстановление о лицензировании медицинской деятельности, там, и так далее. Они порождают правовые последствия, содержат нормы права, играются источниками права. Письмо — это мнение отдельного чиновника, да, грубо говоря, исполнителя. Поэтому с рекламным кабинетом вы никак не перебьете. У нас есть несколько примеров, когда люди, ну, я не говорю сейчас про тех людей, которые просто в пейнте себе делают лицензию, вот, но у нас есть люди, которые лицензию реально получали только под рекламу. Я не знаю, отбивается это или нет, но есть те, кто именно под рекламу получают лицензию. Ну, еще есть те, кто ворует чужую, и потом проверка приходит к другому, который лицензию дал. В общем, вакханаль, ну, ничего не сделают. Вот с рекламой вы не пробьетесь без лицензии на правах. То есть, либо департамент здравоохранения, или министерство, либо фотошоп. Окей, еще вопрос, связанный с ГОСТом. Люди, которые говорят... То есть, я так понимаю, что здесь такой немного меркантильный интерес у компаний, которые проталкивают эти инициативы. Вы так... Ну, я еще раз, я человек прямой. Как вижу, так и говорю. Я вам так скажу. До той поры, пока люди просто проталкивают инициативу, ну, понятно, что они не альтруисты, но тем не менее, да, приняли, например, какой-нибудь акт, его использует вся отрасль, это прекрасно. То есть, понятно, что там есть меркантильный интерес, понятно, что там есть репутационная составляющая, но, в принципе, здесь больше добра, чем зла. Честно говоря, напрягать сильно начинает, когда берут что-то необязательное и начинают это трактовать как приоритетное по отношению к тому, что действительно обязательное исполнение. Вот это раздражает. Или когда начинается продажа регульгенций. Вот это я прям тоже здесь согласна с вами. Это очень странная история. Пользуются люди, видимо, чисто низким уровнем правовой культуры, да, как бы это ни было обидно признавать. И начинается, а пройдите только у нас эту суперпроцедуру, и она сделает услугу бытовой. Это как? Как процедура некоммерческой организации делает услугу из медицинской бытовой? Вот этот маленький момент, который потребует вашего мнения и оценки. Мы сейчас говорим про юридические аспекты, но у меня это вот примерно такие же эмоции, как вы сейчас испытываете. Я испытал абсолютно то же самое. То есть, тут два пункта. Первое – это недобросовестная конкуренция, потому что нас обязают, ну, как бы, де-факто мы заставляют идти туда же, потому что клиенты пишут, а вы уважаемый диплом государственного образца выдаёте, а вы там, вот, вы понимаете. И, то есть, у меня это до какого хрена? Я-то понимаю всё, как это устроено, я управляю сетью салонов. А люди поют в уши о том, что вот замечательные госты, они вас обелят и так далее. И я реально думал, что люди ошибаются. Ну, как бы, в силу своей необразованности, может быть, юридической. Вы как считаете? Вашу оценку дайте. Я вам так скажу. Я сначала тоже думала, что люди ошибаются. Я даже в клуб «Защита и правды и истины» нескольким написала, но после того, как они меня забанили, я решила, что они хотят пребывать в неведении. В общем, по образованию, да, я люблю очень эту тему. И будем в апреле в Москве и онлайн 21 апреля разбирать его подробно на семинаре, на вебинаре. Если коротко, диплом о гособразца не существует. И все знают, что его не существует, да. И те, кто его якобы выдает, они тоже это знают прекрасно. Причем они частенько еще и лицензии не имеют на образовательную деятельность. Но так как потенциальный их клиент очень любит слухово сочетание гособразец, они его используют. То есть здесь вот против этого лома прием может быть только один. Это когда кто-то у них отучится, потом получит установленный образец и почувствует разницу. Но это еще зависит от условий договора. То есть вы что же обратите внимание, эта вся информация содержится где? В профиле, в инстаграме, где-нибудь между счастливая жена и мама Петерняша. И выдают дипломы гособразца. То есть это никаких последствий для мамы Петерняшек не порождает. Поэтому они спокойно это все пишут, заманивают этот трафик. Причем трафик действительно к тем, кто ведет себя добросовестно и говорит, что у нас установленный образец. Он сразу начинает, нет, а там государство. То есть понять, что тебя там дурят, это невозможно. Но это некорректное позиционирование услуги. Это введение потребителя в заблуждение. Да, и так далее. Просто дело в том, что это права потребителя и их нарушения. И вы со стороны, как бы как участник рынка, ну по-хорошему здесь просто ничего не сможете сделать. Вы теоретически можете написать нам, например, в портале образования. Да, но я думаю, что это никаких результатов не даст. Плюс, когда мы говорим об онлайн-рекламе и оппозиционировании в соцсетях, это всегда деперсонализированные аккаунты. Это всегда отсутствие ответчика. Это у меня какая-то девочка ведет, а я не знаю кто. Да, там и все в этом ключе. И сайты точно так же. Поэтому тем, кто действительно свято чтет федеральный закон образования, могу пожелать только терпения. Потому что, к сожалению, это некрасиво, недобросовестно. Но это продолжается, потому что потребитель любит в это верить. Окей. У меня еще есть два вопроса. По образованию мы не будем ковырять сильно. Но есть два вопроса. Первый вопрос, связанный с техническим регламентом Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции. Есть такой регламент, который говорит о том, что есть список разрешенных красителей. Вот, если вашего красителя в пигментах в разрешенных нет, а-та-та, тогда капом по жопе тебе. А у меня вопрос к вам, как к юристу. Насколько этот список корректен? И насколько корректная трактовка список разрешенных ингредиентов? То есть, я, если честно, нахожу... Да. Так скажу. Просто логичнее было бы на самом деле идти от запрещения. Потому что, на мой взгляд, я не химик, не технолог. Я не знаю, может быть, составители, которые всю жизнь работают с пигментами, с их химическими составами, они четко понимают, что можно только через комбинацию этих 15 разных единиц, которые очень часто комбинируются в подвале под салоном, с соблюдением всех существующих в мире техник и регламентов. Но, тем не менее, в общем, я бы шла как бы от запрета. А вы в теме, да? Ну, это мы с тобой спорим. В общем и целом, да. То есть, логичнее было бы идти, наверное, от запрета. По аналогии с той же самой косметической продукцией и прочим. По 799-м. Там тоже есть списки разрешенных, есть списки запрещенных, есть номенклатурные классификации. Поэтому, скорее всего, это, наверное, не очень корректно. Но это вопрос к разработчикам. Они, кстати, там тоже указаны. К книге можно обратиться. Окей. Я, насколько понимаю, что мы обязаны. То есть, у нас основной бизнес еще, к тому же, это производство пигментов. Производство, громко сказано, у нас не подвальный цех. У нас очень приличненько, все хорошо. Мы публично показываем, как мы производим. Мы не скрываем, что мы берем пигменты американские, которые сделаны для татуировки. Делаем авторские миксы. И уже разливаем в свои бутылки, сделая свою какую-то наценку. При этом мы не скрываем, что есть на этих этикетках. Мы весь состав показываем. И идут нападки, что ребята, у вас там нет... У вас там в списке разрешенных то, что у вас есть, отсутствует. Значит, вы нарушаете закон. Да не значит. Если мы говорим про закон, там, у статья по КОАПу за нарушение требований технических регламентов и иных актов, останавливающих обязательных требований к продукции, если вы это делаете на ИП, на ООО, там очень солидный штраф, на самом деле, там 200-300, по-моему, тысяч, ну, приличный для КОАПа. Ну, вот, соответственно, это первое. Второе. Ну, с этой трактовкой согласиться достаточно сложно. Но, скажу честно, надо просто перечитать господ, какой господ, там, может, рекламу посмотреть, как это сформулировано внутри. То есть, так сходу я его наизусть не помню. Но, честно говоря, я бы нарушение в том, что у вас нет разрешенных, не увидела. Потому что вы тоже должны понимать, что помимо тех, которые напрямую упомянуты, у вас могут быть иные, если они ничем не запрещены. То есть, это просто даже теоретически невозможно ограничить состав несколькими переменами. Ну, вот у меня это в голове тоже не укладывается. Я пытаюсь понять, как так. Может быть, у меня что-то в голове не то. Это первый момент. Второй момент. Обычно любители нападать, это те, кто сам на упаковке не указывает что-то, что вызывает у него сомнения. И тоже очень интересно. Это на самом деле просто требует проведения экспертизы. И дальше, в дальнейшем уже заявление. Потому что вы просто не сможете сами по пигменту. Ну, может быть, вы сможете, не знаю. Я просто техническую сторону знаю не очень хорошо, именно составов и прочих. Но, на мой взгляд, невозможно по самому тюбику и по содержимому определить корректность состава и того, что вылилось оттуда на глаз. То есть, это требует специальных каких-то действий для проведения экспертиз. Просто это сложнее выявить. Это требует определенных финансовых затрат. Видимо, они этим пользуются. Но сейчас по пигментам это целая эпопея. То есть, вот примерно раз в неделю-две на кого-то нового нападают. Причем обязательно рассказ о том, как сделали вот этим составом брови. Все ужасно, цвета другие. Чуть ли не глаз выпал. И хэштеги, и хэштеги. Неделя проходит, все забывают. Потом новый микс скрыли авторский. Ну, то есть, кто-то на этом зарабатывает. Ну, вы понимаете, кого я имею в виду. Значит, мы в одном поле с вами информационном находимся. Окей. И последний момент. Момент, знаете, какой правовой. Мне очень любопытно и интересно. Мы в том числе продаем информационные продукты. Это вебинары. И как оказалось, что это очень популярная штука. Продажа вебинаров. Но при этом это отличный источник заработка. В том числе и для мошенников, и для пиратов. Которые делают. В лучшем случае они делают записи, потом пытаются продать. В худшем случае они просто обманывают людей. У меня вопрос к вам, как к специалисту по праву. Возможно ли уголовное преследование таких товарищей? Если да, то что мастерам, которые производят такой контент, делать? И может быть есть люди, которые это потребляют. Находятся ли они в группе риска? То есть может ли быть такое, что приходит человек к ним, грубо говоря, полиция, и говорит, ребята, вы купили вот это, это, вы нарушили закон. Вот мне очень интересная юридическая оценка. Спасибо. Реальная. Смотрите, дело в чем? Дело в том, что право, как любая другая отрасль, требует специализации. Я не специалист по праву интеллектуальной собственности. Это целая отдельная огромная отрасль, в которую нужно погружаться. Вот так в целом по своим абсолютно поверхностным познаниям в этой сфере могу сказать только, что вся проблема здесь в право применении. То есть здесь действительно на лицо используют чужую интеллектуальную собственность, лицами на эту правомочную и так далее. Но это очень сложно было. Вы же тоже понимаете, что это непонятные банковские реквизиты каких-то людей, которые там могли скончаться 10 лет назад, да? Это вот там у нас генеральный и директоральный. Это бывает? Ну вот такие. Вот такие же бывают и лица, которые... Ну они... Я перебью, извини, я прошу прощения, перебью. Там прям люди отвечают голосом. Они вот мои реквизиты банковские с моими данными, со всеми. Они просто... Даже не скрывают. Они не скрывают. Все это самосохранение на нуле. Ну вот с такими можно попробовать. Я думаю, что скорее, конечно, через... Я думаю, что и нет по уголовному... По уголовному кодексу есть нарушение прав, связанное с использованием товарных знаков и прочее. Возможность отдельной состава, поиспользованию в целом интеллектуальной собственности, не знаю, брать не буду. В порядке гражданского судопроизводства это возможно. А вопрос просто в том, что компенсация, если я не ошибаюсь, она полностью определяется судом в очень большой вилке. И есть вероятность, что он оценит ваш курс вебинаров, какой бы он реально содержательный, прекрасный, да, и уникальный ни был, условно там в 2,5 тысячи рублей, и присудит компенсацию в 5, когда сопровождение судебного процесса стоило вам 150. Конечно, ваша совесть и душа будут спокойные, и вы сможете эту ночь поспать, но 147 тысяч, 500 рублей разницы между тем, что вы получили на выходе и тем, что было на входе, они, конечно, расстраивают. То есть все упирается в право применения. Плюс вы тоже прекрасно понимаете, в МВД нужно ли либо тоже каким-то образом замотивировать сотрудников, чтобы они работали. Им ваш пермамент, им же курсы, точно это не очень интересно. Вопрос в соотношении системы мотивации сливых злопок, который всегда стоит очень остро, да, и плюс вы тоже должны понимать, это сложный состав. Вам надо мотивировать человека, который может в это вникать, в этом разбираться. Это не выпили три топора, внезапно возникла неприязнь, да. То есть это сложный состав, поэтому это нужно еще найти достаточно квалифицированного следователя-дознавателя, чтобы он этим мог заняться. Поэтому, к сожалению, к огромному сожалению, это скорее проблема на практике огромная. И это обесценивает интеллектуальную собственность, и обесценивает труд. И с этим сталкиваются все. Кто занимается онлайн-курсами, я могу только посочувствовать. Окей. И последний вопрос. Насколько я понимаю, вы говорили о том, что у вас состоится какой-то вебинар, или это оффлайн-мероприятие. Что это будет? Расскажите подробнее. Это оффлайн-мероприятие. Мы проводим совместно со школой Ларисы Мазариной 21 апреля в Москве. Но Москва постепенно перекрывается, как и Санкт-Петербург, и некоторые другие города. И нет, в принципе, оснований рассчитывать, что это быстро пройдет. Поэтому, скорее всего, будет либо очно и онлайн, либо только онлайн. 21 апреля будем проводить, будем говорить именно об образовании перманентного макияжа, потому что это моя любимая тема. Я терпеть не могу госдипломы. Я считаю, что все-таки надо примерно понимать. Да, международные образцы, государственные образцы, право преподавания, психолог-преподаватель. Ну, то есть, люди берут просто программу высшего образования, видимо, и обучают их за 8 часов. Еще и без лицензии. Ну, то есть, мечта исполнилась. Вот, соответственно, обо всем этом и о том, почему это не дает никаких прав дополнительных, по сравнению с теми, которые у вас были, то, как вы посетили эти потрясающие курсы. Мы об этом и будем говорить. Окей, это будет бесплатный вебинар или это будет платный? Это будет платный вебинар. Единственное, что в моменты, связанные с финансами организации, полностью берем на себя школу Ларисы Мазариной, я не вникаю. Не знаю, по условиям они будут размещать анонс. Мы будем размещать, но стоимость будет. У нас это видео посмотрит несколько десятков тысяч человек. То есть, охват достаточно большой. Может быть, есть какой-то смысл дать ссылку на ваш аккаунт лично. Еще раз, это видео не проплачено. Вы нам ничего не платили. Подпишем. Это абсолютно добровольно, потому что я вижу, что у вас очень твердое знание. Вы не плывете, не льете воду, очень хорошо конкретно рассказываете. Поэтому есть, вот, например, человек хочет узнать поподробнее о той теме, которая будет. Что ему делать? Куда ему идти? Он может перейти по ссылке, дадим, я пересылала Елене, и, соответственно, если вы разместите прекрасно ссылку на инстаграм, там будет размещен анонс своевременно, либо можно в любой момент написать в директ, отвечает менеджер. Ну вот, то есть, написать в инсту будет достаточно, и мы обязательно проинформируем полностью обо всем, что касается этого мероприятия. Все, у меня вопросов нет. Есть вопросы? Нет? Я вообще тут не понимаю, зачем? Все, спасибо большое, приятно было с вами познакомиться. Но пасаран. Да, до свидания. До свидания. До свидания. Я надеюсь, что все вопросы, связанные с тем, является ли медуслугой, не является закрытой. Давайте прорезюмируем. Вот что ты поняла из этой беседы? Я поняла, что абсолютно все эти школы, которые говорят, мы дадим вам дипломы гособразца, вы сможете обучать после нас, они просто вам врут, потому что пользуются вашей неграмотностью, вот этой юридической. Они просто придумывают вот эти преимущества, из-за которых вы должны пойти учиться к ним в школу. Также я поняла, что у нас, естественно, бардак в нашей стране, и у нас есть два конфликтующих между собой, я не знаю, бытовая услуга, медицинская услуга, вроде мы должны то и то соблюдать. Короче, я поняла, что это так, но что делать, если честно, если будут проблемы, я не очень поняла, в случае там судебного какого-то разбирательства, как быть? Ничего не делать. Мой вариант такой, не доводить до судебного разбирательства. Все просто. Ну, шутки шутками, но в суде, суд, знаете, закон как дышло, как повернешь, так и получается, что у вас в суде могут принять как аргументы про бытовую услугу, так и аргументы про медицинскую услугу. Но, исходя из того, что проще наказать, когда оперируете медицинской терминологией, соответственно, суд будет склоняться к тому, чтобы наклонить вас по медуслуге. То, что это бытовая услуга, я сейчас немного, наверное, из фокуса Лены выпало это, но бюрократам, которые проводят проверки, приходят к вам, например, достаточно отказных писем от Министерства здравоохранения, достаточно того, что это услуга бытовая, подтверждено ГОСТом, вы все это покажете, они от вас отлипнут и все будет хорошо. Но, если дойдет до суда, то ГОСТ не сработает. И вот люди, которые вам конкретно сейчас из Инстаграма, из эфиров своих, рассказывают, как хорошо учиться у них, и только они смогут вам обеспечить безопасность в случае проверок, если вы пользуетесь ГОСТом, и только они спасут вас. Если дойдет до суда, нет никакой разницы, по ГОСТу вы работаете или под лицензией, если наше государство захочет вас наклонить, оно это сделает. Ну а пока всем хочу пожелать, сохраняйте хорошие отношения со своими клиентами, делайте так, чтобы они оставались довольны, не конфликтуйте и решайте с нашей властью конфликты до того, как они попадут в суд. А я хочу сказать, что вот люди, которые говорят, что только мы дадим вам разрешение учить, я дам право преподавать, у нас есть государственного образца сертификат или дипломы какие-то, твердые красные книжечки мы вам выдадим, которые никто не дадут. Тут есть два варианта, либо они врут и понимают это, либо они просто глупые и, наверное, это еще страшнее. Короче, не ведитесь на эти провокации, не ходите к ним учить. Смотрите на работы мастеров, которые обучают, повышайте свою юридическую грамотность и не ведитесь на провокации тех, кто пытается вас заманить к себе, выдавая за свое преимущество вот эти вот дипломы государственного образца и прочую ересь, благодаря которой они пытаются зарабатывать на вас просто лишние деньги. Я надеюсь, это видео было полезно, если оно было полезно, прямо сейчас поделитесь этим видео со своими друзьями, потому что однозначно это будет полезно каждому мастеру татуажа. Однозначно, если ваша подруга узнает о том, что ее обманывают таким образом, она сэкономит себе деньги и скажет вам только спасибо. И пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. И сталкивались ли вы уже, может быть, уже заплатили, и что будете теперь делать? Всем пока!